Чёрный хлеб И каждый отвечает по-своему. Ни того качества мука, ни тех сортов семена, сократились площади посевов, низки урожаи азимы рыжи. Вот почему, наверное, в буханке чёрного хлеба и становилось годами всё больше не ржаной, а пшеничной муки. Было время, когда более миллиона гектаров занимала рожь в Вятском крае. Постепенно ржаное поле сократилось вдвое, а местами и втрое. Практичный вятский крестьянин постыл к своей любимице, как только выращивание других культур стало легче и выгоднее. Потребность же в чёрном хлебе, если не росла, то уж никак не уменьшалась. Никакая кубанская пшеница не заменит наш азимы ржаной хлеб. И любой житель нечернозёмной зоны, он скажет обязательно об этом. В стране, от нас, от кировчан, безусловно, не чмень по интенсивной технологии нужен, или не овёс по интенсивной технологии, а нужна прекрасная, высококлассная, высокого качества азимы рожь. Мы должны увеличить производство в два раза азимы ржи на конец 12-й пятилетки. А для интенсивной технологии азимы ржи нужен новый сорт. Нужен новый сорт. Вот смотрите, парадокс получается. Мы, допустим, имеем паровое поле. Это паровое поле удобряем, обильно удобряем. Сеем азимую рожь и получаем 15-18, в лучших хозяйствах 20-25 центнеров азимы ржи. Сеем на это же поле яровой, допустим, ячмень или яровую пшеницу, и мы получаем по 40-45 центнеров ярового зерна с гектара. Вот именно сорт, именно сорт стал вот тормозом в увеличении производства азимового зерна. В Немчиновке, под Москвой, вне сельского хозяйства, еще в середине 70-х годов можно было заметить, что селекционер Анатолий Гончаренко работает с озимой рожью по некому северному варианту. Испытания растений проводит на промороженных бетонных стеллажах, использует в селекционной работе самый морозостойкий сорт ржи «Вятка», более полувека назад созданный академиком Рудницкий. Чем же привлек северный Черноземье молодого селекционера Гончаренко? Своим внушительным клином азимы хлебов. Почти полмиллиона гектаров под азимой рожью в одной только Кировской области. Создать сорт ржи для этого региона страны – чрезвычайно трудная задача, которую никак не удается решить с довоенных времен. Вот эта модель северного поля была создана учеными лаборатории искусственного климата. Посеянная на этом поле рожь, по воле ее хозяина испытывала на себе все тяготы вятской зимы. От лютых морозов до внезапных оттепелей. Посеевы-то уходили под снег, то покрывались ледяной коркой. Выживавшие растения становились для Гончаренко драгоценным селекционным материалом. Нам надо сократить сроки уборки на уборке азимой ржи. И вот если мы этого добьемся с помощью вот этого нового технологичного сорта, нам не нужна сейчас длинная соломина. Нам нужен хлебный, зимостойкий, продуктивный сорт. Нужен новый сорт, который позволил бы, допустим, нам сократить потери, чтобы и рожь не осыпалась, потому что в течение месяца немыслимо убрать без потерь азимую рожь. Сделать это возможно только благодаря вот с помощью нового сорта, которого еще не было, но который, по нашему мнению, сорт создается. Семь лет Анатолий Алексеевич работал над своим новым сортом. Он, прежде чем под именем Крона, передал его из рук в руки сортоиспытателям ряда областей Нечерноземья. Лабораторию, где имитировалось северное лето, оборудовали в глубоком подвале. По своему усмотрению, здесь теперь можно было устраивать солнечные или пасмурные дни, сумерки в мае или августовские рассветы. Семь лет в истории селекции – это мгновение. Как честно, на выведение единственного сорта не хватало ученым даже целой жизни. Отечественная селекция, избавившись от многих пут, делала, наконец, после долгих лет застоя, рывок вперед. Субтитры создавал DimaTorzok Сюда, в Немчиновку, за семенами Кроны, Князькин приезжал из далекого Кирова. Хотел своими глазами увидеть, в чем Гончаренко преуспел, выяснял он, сможет ли Крона перешагнуть на Вятской земле границы трех агроклиматических зон. В ноябре 1986 года в Немчиновку пришла телеграмма. Селекционный центр доктора сельскохозяйственных наук Гончаренко. Приглашаем приехать в Киров для участия в работе гость комиссии по результатам сорта испытаний. Будет рассматриваться вопрос перспективности сорта Крона для Кировской области. Теперь слово было за сорта испытателями и агрономами-производственниками. Если эта Крона по данным госсортсети будет, мы будем. Вы понимаете, нельзя так ставить хозяйство в такое положение. Сняли, а как мы будем выполнять задания агропрома? Да, предстояло потеснить на полях то, что уступало новому сорту. Испытали около 93 сортов, кроме Вятки и Вятки-2 и другого какого-то сорта, который бы подходил к нашим условиям, к условиям возделывания в северной зоне, не подходит. Все сорта очень плохо зимуют. Я бы хотел, чтобы наши ученые нашего института, а там армия очень большая, там ведь прилично, 100, я насколько знаю, человек. И если бесплодно работать, не давать ничего нашим к сельскому хозяйству, ну извините, ведь наука есть наука. Если мы сейчас предъявляем требования большие к работникам сельского хозяйства, колхозникам, то будьте добры и наука, чтобы работал на уровне. Мы перешли на привозные сорта в основном, и вы извините меня, потому что, ну действительно, вы все-таки не вятский ваша крона, а все-таки московская. Нам важно, товарищи, размножать хороший сорт, нужный нашим колхозам и совхозам, независимо от того, кто его создал и где его создали. Сейчас ведется государственное сортоиспытание сорта крона. Скажем, что после первого года, когда он себя хорошо зарекомендовал, мы приступили к его уже размножению. Мы отдали эту задачу лучшему семеноводческому хозяйству области, колхозу «Краснокят». Я считаю, что вот этот сорт, будущее нашей центральной зоны, видимо, южной зоны, и с этим сортом надо заниматься. И вот когда приехал комбайнер на это поле, сжать ее, представляете, он не поверил, что он едет по озимому полю, потому что привыкли, что эта машина урчит, жатко буквально, забивает ее невозможно. А этот спокойно, нигде не остановился, буквально сжал участочек. И когда молотить переехал, подошло перед, тоже просто человек сиял от этого, что он действительно такую культуру убирает. Я думаю, что такие сорта нам нужны, и мы будем внедрять как можно быстрее. Сорт есть сортом, но не все зависит от сорта, все зависит от людей. В этой связи хотелось бы привести слова академика Василия Николаевича Ремесло, который говорил, что даже самый хороший сорт, даже самое отборное зерно, но если оно попадет в руки нерадивого земледельца, оно пропадет зря. Я думаю, что мы вместе с вами должны провести такую работу по внедрению, по размножению новых сортов, чтобы урожайность на наших нечерноземных нивах росла год из года. Казалось бы, с приходом долгожданного сорта проблема решалась, но за ней вставали другие. Да и сам принцип одновременного испытания нового сорта и ускоренного размножения семян настораживал многих. То, что прежде растягивалось на 5-7 лет, должно было свершаться за 2-3 года. Как вы считаете, с урожаем 40-50 сантиметров с гектара сумеет ли область управиться при нынешнем состоянии складов, сушильного хозяйства, дорог и транспорта? Что можно ответить на это? Конечно, нет. Безусловно, надо развивать наше сушильное сортировальное хозяйство. Дальше. Не слишком ли велик ажиотаж вокруг озимой ржи крона? Вот если бы вы, Павел Васильевич, с такой энергией поддерживали местных селекционеров, как поддерживаете, Гончаренко? Ну вот, не слишком ли велик ажиотаж? Вот, наверное, когда мы внедряем сорта, надо говорить. Может быть, говорить больше. А вот на будущий год, летом, мы хотим собрать вот в посевах этой кроны 460 гектаров Красной Октябрь. Вот всю эту аудиторию, всех наших главных агрономов семеноводческих хозяйств и всю нашу научную часть. И мы еще раз посмотрим, прежде чем принять решение по этому сорту. Ошибаться нам не надо. В каждом новом деле обязательно есть своя доля риска. И право на риск у каждого. Но кто-то должен брать на себя больше других. Мне интуиция подсказывает, агронома, который 16 лет работает, она мне подсказывает, что это сорт, что это находка, что это событие в жизни земледелия области. Для Павла Васильевича Крона, один из первых интенсивных сортов ржи, пришедших сюда на север, был уже новой точкой отсчета. Каждый следующий год без нее представлялся ему заметным недобором зерна сазимого клина. Сорт – это как бы явление природы. Он должен прийти, должен себя хорошо проявить, занять необходимые площади, которые определены и планом, и его продуктивными качествами, и должен в свое время уйти и отдать предпочтение другим сортам. КОНЕЦ КОНЕЦ А ведь никто еще на Кировской земле не попробовал, что за хлеб получается из кроны. Если бы не технологи, даже для самого Гончаренко оставалось бы загадкой. Отличается ли хлеб из зерна, выращенного на его селекционных участках, от того, что вызрел за тысячу километров отсюда, на Вятских полях. Это они, технологи, год за годом контролировали, что получается у Анатолия Алексеевича с его новым сортом азимиржей. Что за мука из кроны? Какое получается тесто? И самое главное, какого качества хлеба? Они мололи муку из урожая разных лет. Солнечных и дождливых, холодных и теплых. Пекли хлеб из разных сортов и сравнивали с тем, что из кроны. Теперь и они дали добро новому хлебу. Для многих, наверное, будет открытием, что вот такой он, настоящий ржаной хлеб, извечно называемый черным. Наш истинный христианский хлеб, это ржаной хлеб. Я считаю, что и по питательности, видимо, он много качественнее, лучше, чем белый хлеб. И мы к нему и учены, по сути дела. Поэтому, видимо, и борьба за этот хлеб идет. Почему-то это называлось «жито», а слово «жизнь», видимо, рожь все же больше давали. С детства еще у меня учил, видимо, отец. Мы вместе. Бывали дни когда-то, выходной, летом. Вы представляете, соберет все наше семейство и в поле. И вот по дорожке идешь, вот это с обоих сторон стена, а зимой ржи. Это такой, ну, представляете, как-то я не могу представить даже. Очень интересно. И вот, видимо, с того времени вот она запала вот все, эта тяга к земле, ко всему, вот она, видимо, с детства. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА